погнали как холодильники ничего на столе жига будущая заточка взять надо все взять хочу взять о я могу все взять клево а тут начинается адвенчуре немного первое в этой серии визуально новелла которая называлась просто сознательные искажения автор вообще не знал визуальных новеллах ничего и пытался делать как-то что-то и в итоге у него получилось такой нечастый не часто встречаемый гибрид из визуальной новеллы адвенчуры с поиском предметов и всем таким впрочем верните мне нормальный вар в гостиную взглянуть на тумбу в этой комнате до сих пор остались неразобранные коробки иногда я думаю зачем понадобилось тащить собой столько вещей только для того чтобы они лежали упакованными гостиная выглядела как обычно я уже хотел было покинуть эту комнату но тут у моих ушей достиг назойливый жужжащий звук чей-то мобильный телефон продолжал призывал оказать ему капельку внимания посмотрев на трубку я увидел аппарат ссорью и это было странным аска никогда бы не оставила свое хранилище тайных переписок с подругами без присмотра в любой момент мисс это сан или я могли бы прочитать ее письма и она об этом даже не догадалась вот опять я дорогие разработчики если вы все еще помните свое детище или если вы каким-то чудом это видите давайте тоже апгрейдженную версию как с первой частью вы сделали только вот чтобы вот вот это читаемо было более чуть менее прозрачный фон бокса для текстов было бы идеальным хммм прочитать, да? эта мысль у меня показалась достаточно заманчивой было очень интересно что она обсуждает и кто ее собеседник в голове промелькнула одна из самых важных картин прошедших дней ты ведь ни разу не целовался просто для того чтобы быть полностью уверенным я еще раз выглянул в коридор и прислушался квартира была пуста никогда больше не буду целоваться ради развлечения после этого ни секунды не сомневаясь я просто взял в руки ее мобильный телефон как оказалось только что пришло смс неизвестного номера неужели конспирация таких масштабов тут же проснулась совесть все-таки это письмо предназначалось не мне и не мне его нужно было читать пока я об этом думал большой палец сам ткнул в кнопку открыть немного волнуясь я подождал секунду загрузки текста и прочитал шоу мастку он любая дорога начинается с первого шага банально но верно даже здесь когда мои глаза прочитали даже здесь ладони почти мгновенно покрылись потом и на секунду меня прошиб сильный озноб навалилось ощущение что я что-то забыл забыл кое-что важное имеющее очень большое значение это ощущение сводило с ума и заставляло мозг биться в судорогах при попытках вспомнить что же это было на автомате я закрыл телефон и отошло тумбы в комнату мисото сан и в свою комнату на всякий случай я бы сохранился но мало ли в комнате мисото сан царил хаос который она иногда называла системным в том смысле что она могла найти все что нужно в любое время нужно ли говорить что другим даже и пытаться не стоило совершать такие подвиги смятый футон скомканной бумажки парабанок из-под пива вот неполный перечень атмосфер красного угла моего тактического командира вот вокруг меня примерно то же самое не происходило когда я в двенадцатом году впервые на эту новелло наткнулся в общем моя жизнь в то время почти полностью состояла из-под банок бутылок и скомканных бумажек ну бумажки я хотя не комкал я я почти все сохранял что писал ну и футона у меня не было однако нужно было возвращаться к делу во мне уже не оставалось сил находиться в этой проклятой квартире хотелось быстрее выйти на свежий воздух но что-то меня беспокоило что-то не давало мне покоя на кухне не хватает одного ножа в пистолете нет трех патронов как она сказала трех патронов выстрелов было четыре я это точно знаю и даже не собираюсь спрашивать себя откуда было четыре выстрелов но с чего бы Мисата Сану мне лгать стало быть что-то не так со службой безопасности либо они что-то умалчивают либо действительно служба безопасности пыталась повесить на тебя это убийство на тебя пилоты Ева-1 и сына командующего да я задаченно почесал свой затылок даже не знаю что и думать в любом случае задерживаться тут не хотелось посмотреть что-то странное привлекло мое внимание может быть это был какой-то слабый матовый отблеск в сервисе сегодняшнего дня вероятно обычное предчувствие интуиция я подошел к футону сел на корточке и чуть сдвинул его в сторону Мисата Сан под футоном находился натуральный люк вне всяких сомнений это был какой-то закрытый проход куда же он мог везти плоский кодовый замок не давал мне узнать эту тайну но его присутствие посеяло немало сомнений в моем сознании три выстрела да Мисата и Кенский улетел на Окинаву служба безопасности и тактический командир нерв кто из них врет сделав соответствующие пометки в своей памяти я вернул футон на прежнее место понятно ладно в гостиную так в своей комнате я был ничего там интересного можно и выходить в магаз еды купить на улицу какая приятная погода какие клевые звуки пойти в парк пойти назад или пойти прямо пойдем прямо ооо тут уже развилочки сейва так и не вспомнил что за песня пойду по часовой как я обычно делаю пойти налево ну кто-то есть ну в этой части парка как всегда было безлюдно только шелест листвы далекий шум редких автомобилей цикады и я здесь как минимум 7 концовок как минимум она на вндб отмечена таким тегом то есть тут ну думаю можно проиграть и наверняка есть плохие концовки среди них я помню что в 12 году я ну как помню я вот как синди здесь что-то припоминаю вроде а вроде не помню как минимум две концовки мне кажется я протыкал я же тогда я же тогда самое в паше ну у кирилла был в то время а там был вот этот ну типа блейзер только еще хуже и вот когда вот пьешь это не особо запоминаешь сколько концовок увидел и какие они были именно так еще одинокий листок который был наспех прикреплен скотчем к одной из скамеек так недолго думая подошел к нему и осторожно отцепил текст на листке был до нельзя странным часть его была написана от руки часть напечатана но это все так органично переплеталось что создавалось ощущение будто бы в печатном варианте специально оставляли место для вписывания рукописных фраз текст гласил нет и она думает что кто-нибудь в это поверит нет и она думает что кто-нибудь в это поверит во всю эту ложь во спасение да я даже в детском саду придумывал отмазки получше боже мой ментальный тест и это в то время когда маги при анализе ангела выдает непоправимую ошибку и вываливаются в экране смерти если доблестный пилот в это поверит я не знаю я даже руку ему не подам когда он проснется я даже подумать ни о чем не успел а вспотевшие ладони уже смяли листок и выкинули его подальше этот текст что-то значил для меня я ничего не чувствовал но бессознательная реакция организма красно-речиво подсказывала мне что бежать и поднимать этот лист не очень удачная идея я развернулся и быстро зашагал в обратную сторону точно в обратную а если зашагаю опять туда же о нет только назад так еще обратите внимание что в сейлах указан некий цикл с анестезией то есть она как и многие хорошие визуальные новеллы подразумевает что больше будет открываться в последующих прохождениях пойти прямо порывом ветра к моим ногам принесут страницу какой-то бесплатной газеты подняв ее и от скуки приближался глазами по статье почему-то пару строчек показалось мне очень интересным идентификация себя как личности проверяется очень просто через зеркало если человек себя узнает значит он уже выделяет себя среди других людей это как я недавно слышал о таких текстах проводимых с животными и у некоторых из них вроде как наблюдалась какая-то необычная реакция некая не агрессия на то что они видят что-то на себя похожее а некое недоумение что-ли если это можно приводить к животным из-за того что они посмотрев на себя в зеркало понимают что они раздельны с миром что они не слиты с тем что видят через свои глаза понимают что они какая-то часть они исключены из всего вокруг они находятся в этом но не являются этим самим окружением это еще не понимание себя как личности но шажок шажок но такие тонкие материи были для меня не для меня я смел газету и выкинул в мусорный бачок с самое аниме кстати тоже не очень сильно заигрывает с тонкими материями как там тут вырезался хотя иногда наверное может считаться иначе Я бы сказал там Тонкость материи Наблюдается только в местной Эсхатологии и сатериологии Интересно разбираться Как там все это устроено Со всеми этими Ангелами Евами И прочими Проектами комплиментации человечества Пойдем направо Ну клево Мой любимый экран пока что О а тут Тут еще развивочка Налево конечно И тут развивочка Да вы издеваетесь Значит все слоты Займутся только развивками Не диалогами Но опять налево Да Согласен Согласен Интересно Именно вот в этой В местном Устройстве Вселенной Скажем так Она же не наша Альтернативная Некая Некая Древняя Раса Рассылала жизнь В уголки Вселенных Через вот эти Луны так называемые Которых на земле Оказалось Две Вот Луна Лилит И Луна Адама Из-за этого Те кого называли Называют ангелами И И шли Потому что Только одна форма Такой вот Разумной жизни Может существовать На одной планете И вот по ошибке Таких форм Жизни оказалось На земле две По случайности Но да Тонких материй Там Нет Надеюсь Особо рьяные фанаты Нас сейчас тут Не видят Не слышат И не читают Иначе Оскорбились Возможно Пойду снова Налево Кто я такой Чтобы не идти снова По часовой А тут ничего Да Окей Кстати Карта же есть Точно Ой как клево Нарисована Глянь Только я Наверное Не вижу Где я Может быть Вот эта Стрелочка Это я Тогда тут Должен быть Думрей Похоже на то Кстати Похоже на то Да Это я Действительно Стрелочка Вот он Дом Аянами Аянами Лей Как говорят Японцы Как вот сейчас Направо А я тут был Вот он я Да А вот кафе Кстати Кафе Небоскреб А что у меня В инвентуре Да Карта и ключ У меня есть Личная карта Пилота Электронный ключ С допуском В помещение Заступный по статусу Служащего нерв Черный стиль карты Мне нравится Намного больше Чем белый И ключ Помимо электронных замков В нерв было Достаточно И обычных Механических Кажется Ибуки Майя Сан Пользовалась Таким Когда готовила Документы Для доктора Акаги Блокнут и ручка Рекламные товары Оказавшиеся В моем рюкзаке После покупки О Тут уже можно Применять И совместить А Куда я хотел Ну Мне бы в кафе Или у Небоскреб Знаете Будка Тут еще какая-то В парке Есть Ну-ка А Мне сейчас Направо Если Пойду налево Я буду Да У Небоскреб О Можно войти Посмотреть Посмотреть Предвестием Рагнарёка Явились Смерть Бога Бальдра Затем Нарушение Родовых Норм Кровавый Рас Природичей Детей Сестер Аморальный Хаос Аморальный Хаос В речах Вовтруднира Старшая Эдда И младшей Эдди Упоминается Также Трехгодичная Великанская Зима Флимбул Винтер Флимбул Винтер Предшествующий Аргнарёку Согласно Пророчеству В день Аргнарёка Чудовищный Акт Чудовищный Волк Фенерир Поглотит Солнце Погрузив Мир во тьму А море Выйдет Из берегов Когда из глубин Сплывет Мировой Змей Ермунган К ним Повелительница Загробного Церства К ним Повелительница Загробного Церства Хель И коварный Бог Локи Вместе С С Амор Амор Кхе Про Йотунов Корабль Мертвецов Трудно Читать Это Ну а С другой Стороны Что там Раскрывать То есть Раскрывать На самом деле Раскрыть Это Все Ну Практически Непонятно Вот только Кто Вот это Древняя Разумная Раса Которой В сериале Тоже Практически Ничего Информация Которых Происходит Из По большей Части Игры Неон И Дженеис Евангелион 2 Которые Файлы В которые Считаются Тоже Каноничными Проясняющими Многие Моменты А Че Еще Раскрывать Ну То есть Вот Понятно Ангелы Понятно Кто Такие Ангелы Стало Понятно Кто Такие Ангелы Стало Понятно Почему Они Пытаются Пробраться В Конечную Догму Стало Понятно Кто Там В этой Конечной Догме Где Адам Где Лилит И Что Вообще С этим Всем Кто Хотел Сделать Мотивы Зелия Понятные Мотивы Генда Икори Понятные Все Стало Понятно Там Раскрывать Особо Нечего Там Нет Какой-то Особой Антологической Глубины В экспериментах Лейн Даже Попроще Но Эксперименты Лейн Отлично Мне Понравилось Больше Само По себе Не сравнивая Ни с чем А Просто Как Отдельный Как Отдельный Продукт Творчества Тут Можно Пойти Налее Пойти Прямо Слева Можно Пойти Прямо Посмотреть Посмотрим И что Я тут Поди Могу Применить Да Че Нибудь Не могу Не могу А Нет Только С этими Соединять Ну Ну вот В Ен То В Евангелии Он Поэпичнее Концовочка Будет В Оригинале Пукл Воду Потому что Денег Не было Сделать Что-то Эпичное И в итоге Все Закончилось Ну Как бы Ничем Во многих Смыслах Ничем И чем Угодно Че там В голове Уж Произойдет Синдзи Ну Тут Пока Ничего Нельзя Да У меня Точно Ничего Нет У меня Точно Ничего Нет Потому что Ножом Сковырнуть Зачем Если У меня Есть Карп Нет 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 Отвернемся Дальше Нельзя Он Вообще То Еды Хотел Набрать Тут Мне Делать По Идеи Нечего Давайте По Карте Ориентироваться Можно Куда Туда Пойти Назад Если Я Пойду Прямо То Окажусь Нигде Нельзя Прямо Можно Попытаться На будку Навестись Пойду Назад Смотрю Все Еще Туда Понятно Вот Если Сейчас Поверну Назад Он Уже Так Стоит Понятно Пойти Пойти Назад Вот У нее В парке Все Еще Здесь Можно Пойти Прямо Оказываюсь Тут Будки Никакой Не Видно Да Надо Налево Идти Опять К Пруду Не 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 Тут Ничего Как я тут Выходил Уже Заблудился В парке Тут Либо Налево Либо Направо Пойду Направо Хочу Кафе Могу В кафе Да Не Походу Нет Вот Это Кафе Ладненько Заблудились Немножечко Вот Это Берсерк Это Берсерк Это Этому Берсерку Сколько лет Это Там Было Че Развитие К Чему Идти Это Да Нет Ну Просто Это Факт Что Оригинальные Что Оригинальные 25 Берсерк Сезон Ну Не Могли Просто У них Не Было Денег Некому Было Работать И Нечем Было Платить Тем Кто Было Куда Куда Берсерк Берсерк Работать Разбудить А Разбудить Через сейчас направо и вперед до дома да можно так мне так нельзя так тоже нельзя надо выйти к парку для этого надо выйти назад и опять назад и опять назад сейчас направо и я выйду нет не там давайте сюда тут некуда вот сейчас направо ну подождите он разворачивается он идет к пруду а как как мне к восточному выходу это деться я могу вообще к восточному выходу да я могу деться к восточному выходу не вернуться домой дайте мне на кухню чё точно ничего в холодильнике нет точно ничего нет ну ладно может у меня там чё в комнате о да не надо было никуда выходить поди вернувшись свою комнату я почувствовал тяжелую слабость которая разлилась в каждой клетке тела организм был истощен настроение было в полнейшем минуте упав на кровать я закрыл глаза только вчера выписавшись из больницы сегодня уже был готов попасть туда снова и к слову сказать радовался бы этому сейчас я совершенно не знал что мне делать как я село снова все пространство заполнило звенящей тишиной как я в этом в двенадцатом году разобрался пьяным каково же мое положение сейчас внезапно перед глазами вспыхнула картина парка окутанного дождем и мои барабанные перепонки облепила фраза хватит убивать не резко глаза открылись я сел на кровати чтобы всех я нахожусь в помещении где недалее 12 часов назад умер человек незнакомцы обвиняют мне в убийстве мисота сан в полном замешательстве с нервом большие проблемы отстаньте я больше ничего не хочу надо надо было уезжать к чертям из этого сумасшедшего города когда была возможность без меня бы прекрасно справились а я нами такой хороший пилот посадили бы ее в его один мисота сан бы отдала команду рыба и выполнила все счастливы я взглянул на свои ладони вспомнил ощущение горячей липкой крови девочки и горестно вздохнул не убегать проблема не отвяжется прекрати надо что-то делать тем более я не могу находиться в этой квартире как и вообще смог переступить ее порог соберись я встал с кровати тут ничего нет взглянуть на стол взять 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 мастерка взять так чё я взял кредитная карта на ней находится моя гигантская зарплата которая у меня все равно тратить некуда тетрадь обычная тетрадь для учебы а могу и совместить с ручей нет ну ладно не сюжета был сюжета было идеи были мы их реализовали только потом когда завезли денег потому что художникам надо платить актерам озвучивания надо платить вот этим раскадровщикам надо платить саунд дизайнерам нужно платить всем нужно платить как вот выяснилось из той статьи что я вкидывал в дискорд это нормальная практика когда вырезают бюджет ко второй половине аниме а вот так что их не остается в конце это вот не всегда бывает и вот тут случилось именно так но потом потом уже досняли как как хотели вон поглядишь потом этот финал альтернативный весьма неплох весьма неплох то что сюжеты идеи были все в продакшен опиралась не делают же все серии одновременно и и и и